Во время недавней прямой линии с главой Карачаева Черкесии несколько вопросов от телезрителей касались претензий к коммунальным службам, ответственным за вывоз мусора в Черкесске. Рашид Темрезов поручил городским властям разобраться с данной ситуацией. О том, какие шаги будут приняты в региональной столице для наведения чистоты во дворах и на улицах, нам рассказали в городском управлении ЖКХ. Репортаж Артура Мкце. Недавняя прямая линия с Рашидом Темрезовым помогла жителям Карачаев-Черкесии обратить внимание главы региона, в том числе на некоторые острые проблемы. Одна из них – заваленные мусором дворы и улицы Черкеска. Хотел бы поднять вопрос несвоевременного вывоза мусора, как по нашей улице Космонавта, так и в городе в целом. Так как не вывозят мусор вовремя, он скапливается возле контейнеров. Вовремя несвоевременного вывоза этого мусора работники не забирают, который остается возле контейнеров. Из-за ветра мусор разлетается по окрестностям. Ну, например, такой вот 18-й школы, поле, все в мусоре. Рашид Темрезов дал поручение профильному ведомству и городским властям разобраться в данном вопросе. Найти оптимальное решение, чтобы впредь постараться избегать захламления территорий вокруг жилых домов коммунальными отходами. Да, на сегодняшний день действительно такая проблема существует по ряду причин. Во-первых, бывает причина, когда автотранспорт жители многоквартирных районов оставляют возле контейнерной площадки, и мусоровоз, естественно, не может подъехать. Из-за этого происходит сбой по вывозу. Строительный мусор, не относящийся к такому, приносит и вываливает возле контейнерной площадки. Это в лучшем случае. А то бывает, они его выгружают в сам контейнер. Соответственно, когда приезжает мусоровоз, он контейнер поднять не может. Из-за этого машина ломается, выходит из строя. Разумеется, есть претензии и к работе спецавтохозяйства, отвечающего за своевременный вывоз мусора из контейнеров, и к деятельности организаций, введении которых уборка дворов и чистота контейнерных площадок. Есть у городского управления ЖКХ вопросы и к поддержанию порядка вокруг колхозного рынка, где после торговли овощами и фруктами нередко очень грязно. Регулярные проверки помогают наказывать виновных, однако общую картину пока не меняют. А вот что точно преображает город, так это аккуратные новые контейнерные площадки с евроемкостями. За прошедшие два года благоустроено в городе более 90 площадок в контейнерах. Это совместно городские власти, управляющие компании совместно благоустраивают. До конца текущего года планируется еще около 20 контейнерных площадок благоустроить. Городом было куплено за это время 1000 евро контейнеров и 100 железных баков. Они все расставлены по контейнерным площадкам. И вот до конца текущего года по поручению главы для улучшения санитарного состояния города будут приобретены дополнительные пластиковые контейнеры и железные. Также будут расставлены по этим благоустроенным контейнерным площадкам. Кроме того, на одном из проблемных участков по улице Кощубея в районе крупной свалки планируется обустройство 20-метровой площадки под два бункера, откуда спецавтохозяйство будет вывозить мусор раз в 10 дней. Если проект окажется успешным, аналогичные площадки появятся и на некоторых других проблемных территориях региональной столицы. Артур Махцелий, Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.